На предпраздничной неделе много мероприятий в Славянске было посвящено месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Так, в городском Доме культуры имени Николая Бондаренко состоялось конкурсное прослушивание участников муниципального этапа краевого фестиваля героика-патриотической песни «Пою моё Отечество». В прослушивание приняли участие 29 солистов и 13 вокальных коллективов. Чтобы прослушать всех желающих, потребовалось более 4 часов. Каждый год в этом прекрасном зале городского Дома культуры собираются творческие ребята Славянского района, поют песни не только военные, но и современные песни, песни о родине, песни о солдатской доблести и подвиге. Ну и, соответственно, сегодня лучший в номинациях вокал – сольный, вокал коллективный в двух возрастных категориях – это 14-17 лет и 18-29. Ребята направятся на краевой конкурс, уже зональный этап. Конкурсная жюри определила победителей в различных номинациях. Так, в номинации «Соло» 14-17 лет первое место завоевал Магдан Иван из Славянского сельхозтехникума и Лапти Елизавета из ЦРТ Станицы Петровской. В номинации «Вокальный коллектив» 14-17 лет первое место у дуэта Валерия Бердник и Маргарита Лакиза – Дом культуры Станицы Петровской. В номинации «Соло» 18-29 лет первое место Дарья Пономаренко из ГДК, Ковальчук Кристина из ЦРТ Станицы Петровской. В номинации «Вокальная группа» 18-29 лет первое место вокальный дуэт «Империя». Всегда песня помогала жить и служить, и защищать родину, солдату, поэтому военные песни, солдатские песни, патриотические песни, которые ребята исполняют, да, конечно же, в первую очередь воспитание, воспитание самого себя, взращивание культурных ребят, творческих ребят и поддержка таланта. Отличительной особенностью данного 16-го по счету фестиваля было то, что жюри учредило дополнительную премию «Ты Кубань, ты наша Родина». Победителями в этой номинации стали вокальный коллектив «Гармония» Славянского электротехнологического техникума, Дмитрий Кравченко Дом культуры Станицы Петровской и вокальный коллектив «Легион» Славянского сельхозтехникума.